В Ленинском городском округе наблюдается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. На этом фоне остро стоит вопрос массовой вакцинации населения. В рамках оперативного совещания главы муниципалитета с докладом о ситуации вокруг прививочной кампании выступила заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции привито 12 475, что составляет 16% от плана и 9,7% от численности взрослого населения. С прошлой недели мы начали выезды в СНТ со вторника по сельским поселениям. Утвержден график выездов медицинских работников. Он был предоставлен начальником ТЭР управлений. За неделю было осуществлено 6 выездов, 12 СНТ, привито всего 19 человек. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов отметил, что необходимо более эффективно информировать население о вакцинации, проводить работу со старостами деревень, выезжать на предприятия, устраивать разъяснительные лекции. В ходе оперативного совещания Дмитрий Абаренов обратил внимание на вопрос работы управляющих компаний. На днях будет опубликован рейтинг. Тем, кто не справляется с поставленными задачами, придется покинуть муниципалитет. Нет задачи никого выгонять. Есть задача наладить полностью работу. Если все будут работать идеально и находиться в зеленой зоне, значит будут работать все. Если кого-то наши правила игры не устраивают, значит они будут покидать Ленинский округ. И в приоритете будут в любом случае жители. И они индикатор вашей работы. Продолжается месячник благоустройства. Весь апрель, каждую субботу в округе проходят централизованные субботники. Помимо этого, после суровой зимы муниципальная организация «Дорсервис» в ежедневном режиме приводит территорию в надлежащий вид. Началась череда комплексного благоустройства дорог, территории ремонта дорог, как ямочно, так и планового. Поэтому, значит, попрошу всех руководителей, депутатский корпус на местах проводить работу с местным населением. О том, что, ну, мы также проводим, значит, работу о том, что это неудобно, но в итоге это даст хороший результат. Александр Петрович, я прошу не останавливаться ни на секунду. Вопросов у жителей по содержанию территорий очень много. Ну, это обосновано абсолютно, но мы в кратчайшие сроки должны полностью вычистить всю территорию после зимней истории. Это красота нашего города, который две недели назад занял первое место в своей категории среди всех российских городов. Представители УМВД, Единой диспетчерской службы 112 и МЧС отчитались перед главой о происшествиях в округе за прошедшую неделю. Они отметили, что участились случаи поджога сухой травы. Сотрудники МЧС выявляют и пресекают подобные вещи. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.